Здравствуйте! Это новости на телеканале ННТ в студии Махач Курбанов и Кортко о главном о том, что сегодня будет в выпуске. Больше года без спортзала и библиотеки. Жители села Хохиталь и Вашинского района обратились к нам в редакцию с жалобой, ведь молодежи негде развиваться как физически, так и интеллектуально. Новые пеналы и портфели. В преддверии нового учебного года МВД Республики проводит акцию «Помоги пойти учиться». Третья попытка UFC организовать поединки. Шамиль Абдурахимов встретится с непобежденным французом Сирилом Ганом на турнире UFC 20 сентября в Лас-Вегасе. В Дагестане доставщицу пенсии заподозрили в хищении более чем миллиона рублей. Следствие полагает, что с апреля 2016 года по июль 2020 инспектор по доставке пенсии скрыла факт смерти пенсионера, донесла ложные сведения в реестры поручения о доставке пенсии, подделала подписи в поручениях на доставку пенсии и присвоила более 1 миллиона рублей. В отношении нее возбуждено уголовное дело. В ходе следствия выяснились все подробности произошедшего. Также будут приняты меры, чтобы подозреваемая возместила ущерб, причиненный Пенсионному фонду России. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Дагестану обнаружили у жителя Буйнакское наркотическое средство. Как сообщили в пресс-службе, региональным МВД подозреваемый был доставлен в отдел полиции, а изъятое вещество направлено на экспертизу, результат которой подтвердил, что это марихуана весом более 128 грамм. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Житель Дагестана подозревается в незаконном обороте оружия. Сотрудниками МВД в России по СКФО в Дагестане была установлена автомашина под управлением 32-летнего жителя Рутульского района, в которой обнаружен автомат Калашникова с магазином, снаряженным 15 патронами, а также ручная граната, сообщили в пресс-службе МВД республики. Задержание подозреваемого произошло при реализации информации, которая была получена в рамках ранее по факту совершения особо тяжкого преступления. «Собери ребенка в школу» – так называется благотворительная акция, в рамках которой помогают нуждающимся семьям. Дети получают школьные портфели и специальные наборы с констоварами. К акции присоединились МВД Дагестана и Министерство труда. Сегодня 100 первоклашек из многодетных и малообеспеченных семей в городах и районах Дагестана были приятно удивлены, ведь их обеспечили всеми необходимыми школьными принадлежностями. Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» проводится уже второй год. Ты будешь хорошо учиться? Обещаешь? Да. Молодец. В преддверии Дня знаний для детей были организованы праздничный концерт и раздача презентов. В преддверии своего первого учебного года ребята получили в подарок новые портфели, наполненные школьной канцелярией. Я родился в семье, вот 8 детей у нас было. Понимаете, я видел это все, всю жизнь. У меня еще 14 внуков. Ну как не любить детей? А представляете, в наше время, может, не все так было роскошно, но было все. Люди были равноправия, было у всех. Понимаете, у всех они в достатке были. В принципе, мало значит достатки. В прошлом году в подобной акции приняли участие 37 муниципалитетов, благодаря чему удалось обеспечить многих детей школьной формой и необходимыми предметами для учебы. Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» проводится по инициативе Министерства труда уже второй год. В прошлом году подключилось 37 муниципальных образований и удалось обеспечить более 2000 детей из малоимущих семей. В свою очередь сотрудники МВД также не остались в стороне. Уже второй год они принимают участие в подготовке к школе ребят из многодетных и малообеспеченных семей. В неформальной обстановке полицейские пообщались с детьми, вручили им все необходимое для каждого ученика, канцелярские принадлежности, а также наборы для творчества. Акция «Собери ребенка в школу» продлится до 31 августа. «Были закуплены рюкзаки, рубашки, брюки, обувь. Всем семьям оказали помощь, на что они были очень благодарны. Эта акция была очень важна и нужна этим семьям». Алина Багилова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ Махачкала. Молодежь в селах Хохитавли в Ашинском районе после прошлогоднего пожара осталась сразу без двух важных объектов – спортзала и библиотеки. Люди обратились к нам в редакцию за помощью. Наши корреспонденты выехали на место. Подробности у Патимат Ханаповой. «Они говорят, твоя библиотека горит, так не было, жалко, там все книги были». Эта местная библиотекарь Патимат со слезами на глазах вспоминает тот день, тогда от собранного ею за долгие годы книжного фонда не осталось ничего, кроме сажей и пепла. За 30 лет работы женщина успела укомплектовать библиотеку множеством экземпляров редких книг и привела любовь к чтению сотням ребят. «Ну, очень жалко было. Ну, хоть книги, а не мне жалко было. Я с ними работала, я с ними жила. И в своей работе всегда любила я. Все горело, у меня дагестанская электротропа была, там внешние. Росло гамзат, гамзат, садосы. Вот их фонд у меня хороший, понимаете вы». Но Патимат решила горевать и ждать у моря погоды не выхода. Начала своими силами собирать новую библиотеку. Помещение для этого ей организовал родной брата. Книги начали отправлять неравнодушные граждане. Но женщина признается, этого все равно недостаточно. Помещение слишком маленькое, а набор книг не такой обширный. «Чего бы вы хотели попросить?» «Фонд хотела бы, фонд». «Чтобы вам книги?» «Да, детская и основная дагестанская. А это классика, вот это подписные издания, это пока чуть-чуть есть у меня. Но основной. «А помещение?» «Помещение, ой, кто мне сейчас помещение дает. Даже ремонт ничего не делает, не помогает везде». Тогда в результате пожара в селе не стало не только интеллектуальной площадкой, но и спортивной. От зала, где проводили свой досуг, сельская молодежь, тоже не осталось ничего. Спортивные планы у ребят были большие, а реализовать их сейчас попросту негде. «У меня была цель сходить сюда, стать чемпионом России. Ну, сейчас как сгорел, меньше целей, возможности меньше. Сейчас дома как занимаюсь, так получается». Но решение у проблемы есть, признаются местные жители. Более восьми лет назад бизнесмен Умар Исаев начал за свой счет возводить спорткомплекс и школу. Однако завершить не успел. У мецената начались финансовые проблемы. «Детям не только профессионально тренироваться, просто даже досуг провести негде. Хотя у нас есть очень хорошие результаты и чемпионы района. И призеры по вольной борьбе». В проект предприниматель успел вложить более 80 миллионов. Местные жители просят власть взять шефство над объектом и найти средства для завершения строительства. Инвестор тоже говорит о необходимости государственной помощи. «Все-таки достроили эти объекты. Какое решение вы видите?» «Сложно сказать. Конечно, я обращаюсь к священному. Самолюбовствую. Да, возможно, закончить эту школу. Обращение к администрации, к министерству экономики, образование тоже было. Они пока не могут найти механизма». В местной администрации нам признались, они заинтересованы взять объект на баланс муниципалитета. Но сделать это непросто. Много подводных камней. Во-первых, есть ряд бюрократических моментов, которые нужно разрешить в рамках закона. Во-вторых, финансовые трудности. Ни у муниципалитета, ни у республики пока нет средств, чтобы закончить эту стройку. «Даже говорить о том, что какие-то нежелания приобрести объект на место лошадки, их нет. Просто пока возможно при бюджете нет. Конечно, наш район, тем более сегодняшний, он всячески нацелен на создание более комфортных, качественных условий как и для образования, так и для спорта. Но методы решения этих проблем должны быть в рамках закона и в рамках бюджета. Вот и вся сложность. Мы сегодня ищем возможные пути решения этой задачи. Потому что мы пытаемся сохранить этот объект как долгострой, и он постепенно придет в негодность. В то время как мы его можем использовать, те же самые блага этого населенного пункта». Безусловно, решение вопроса выгодно всем сторонам. И местным жителям, и инвестору, и самому муниципалитету. Вот только нередко выходит так, что слепое исследование букве закона тормозит логическое завершение полезных проектов, которых люди на местах ждут годами. По теме от Ханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Левашинский район. О спорте. Шамиль Абдурахимов встретится с Сирилом Ганном на турнире UFC 20 сентября в Лас-Вегасе. Дагестанский спортсмен провел в UFC 8 поединков, одержав 5 побед и потерпев 3 поражения. Всего за карьеру Абдурахимов провел 25 боев, 20 побед и 5 поражений. Сирила Ганн является непобежденным французским бойцом, имея в своем активе 6 поединков, завершившихся 6 победами. Отметим, что это уже третья попытка UFC организовать поединки между бойцами. Абдурахимов и Ганн по разу снимались с боя в связи с травмами. И на этом все. Оставайтесь с нами. Не переключайтесь. Смотрите наши новости. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»